История футбольного фристайла История футбольного фристайла История футбольного фристайла История футбольного фристайла Меньше этому времени уделяют целенаправленно приходя на тренировки То есть это такой, скажем так, хаотичный немножко вид тренинга у них То есть у кого-то что-то получается И вот они сами, в общем-то, те, кто это как начинал Те, кто сейчас занимается в школе техники фристайла То есть более целенаправленно, стабильно занимается в течение недели То есть это уже молодое поколение, которое через годы покажет свой уровень И оно уже показывает свои уровни на различных проектах школы техники фристайла На конкретном чемпионате футбольного футбольного фристайла среди детей Десять... чем занимаешься? Ну, год примерно Ну, говорят, ходи, не ленись Это... да, и лучше для футбола будет Техника еще мы отрабатываем Да, в КАУФА Сколько вы играете? Ну, лет пять Я... меня сразу выбрали во второй состав, потому что до первого я еще не дотягивал И так я до сих пор занимаюсь в КАУФА С восьми лет ребенок уже готов физически и психологически какой-то уровень достигать Чему-то упорно стремиться и, соответственно, показывать какой-то определенный уровень Ну, естественно, дети еще до восьми лет занимаются То есть те, кто помладше, они в основном заняты футбольной техникой Это часть футбола То есть она более проста для понимания, для того, чтобы тренировать И, соответственно, с семи-восьми лет дети занимаются техникой фристайлом А кто-то и техникой фристайлом К минусам развития футбольного фристайла Относится отсутствие четкой федерации футбольного фристайла в России Потому что это вид спорта новый Он, так скажем, еще урбан стайл Он еще не является основным каким-то видом Он еще развивается Молодой вид спорта И, соответственно, нет четкой организованности на основе государства А из плюсов развития это доступность То, что, по сути, нужен мяч И практически все Естественно, при небольшом экипировании Можно уже достигать еще и больше успехов Поэтому это плюс Это доступно практически каждому И, в общем, это самое главное То, что подкупает занятия футбольным фристайлом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть ежегодный чемпионат России Который почти всегда в Москве проводился Недавно в Тюмени провелся То есть это ежегодный, который собирает всех футбольных фристайлеров в России Самых сильнейших на данный момент И, в общем-то, это, по сути, самое главное событие в стране по футбольным фристайлу Но еще более важное для всех российских фристайлеров Это чемпионат мира в Чехии Который проходит каждый год летом Там, в общем-то, все собираются Те, кто, скажем, в этим, как я сказал Больше всего вкладываются То есть и выезжают на более масштабный турнир У футбольных фристайлеров в чем большой плюс Они все молодые, активные И у них так называемая комьюнити То есть они очень близко общаются С помощью интернета, в первую очередь Плюс так же по турнирам Просто, как говорится, в гости какие-то проекты поддерживают И у нас много ребят, которые приезжали в УФУ Это, допустим, Игорь Оленик Один из самых известных блогеров По футболу, по футбольному фристайлу Чемпион России многократный Антон Павлинов Который к нам в гости приезжал на турниры И, в общем-то, он чемпион мира двухкратный сейчас И, в общем, много примеров, кто так или иначе задействован Имеет отношение к УФЕ, к футбольному фристайлу УФЕ Да, но футбольный фристайл чем интересен Каждый профессиональный футболист Начиная с маленького возраста, с 5 лет Все пытаются какие-то трюки с фристайла делать Потому что это интересно, это круто Все хотят хоть что-то уметь делать Естественно, а когда получают что-то Еще больше охота этого делать И, в общем-то, вплоть до девушек и женщин Это захватывает Поэтому любому мячу Каждый захочет что-то научиться этим делать Это футбол, это лучшая и, так скажем, главная игра на планете Планов много на самом деле Единственное, не хватает какой-то поддержки помощи, чтобы было более массово Потому что раньше проводилось это при поддержке различных организаций Каких-то коммерческих или даже той же самой федерации по спорту То есть были различные фестивали, когда различные виды спорта уличные были То есть для них были площадки созданы, так скажем И турниры проводились или просто какие-то были такие показательные выступления Это раньше было Сейчас, к сожалению, мало тех, кто этим готов заниматься Вкладываться в это Поэтому будем двигаться в этом направлении И, соответственно, стараться что-то новое в этом плане открывать Год с лишним, мне кажется, где-то год-месяц А до этого занимался в школе? Нет, так, играл в дворе А кто посоветовал? Мама Что говорится? Ну что? Ничего не говори Ну что, делай нормально Ну да Ну футбольный фристайл это вид спорта И любой вид спорта он поднаживает не только какое-то физическое тренирование своего тела Это еще и битва психологическая постоянная То есть если спортсмен расстроился, не получилось и, как говорится, забил на все В общем, это не спортсмен Это очень такой важный момент В общем, затем спорту нужен Он в жизни помогает Ты делаешь, так скажем, то, что хочешь Ты делаешь то, что надо для того, чтобы было то, что ты хочешь И, соответственно, в этом смысл спорта это мотивация Те, кто ее быстрее понимает, вкладываются больше Те, соответственно, и достигают каких-то целей определенных И одна из мотиваций это просто свое самосовершенство для себя Это так и называется То есть ты сам знаешь, что ты можешь, тебе это нравится И ты можешь то, что не могут 98-99% вообще в твоем регионе Или даже в стране То есть ты это умеешь, а остальные это не умеют В общем-то, в чем одна из целей школы техники фристайл Учить подрастающего поколения тому, чего не умеют все остальные И, в общем-то, что мы показываем своим действиями результатами Субтитры сделал DimaTorzok